Конкурсная комиссия отобрала пятерых кандидатов на пост главы краевой столицы. На должность претендует депутат Совета Ейского района Андрей Назаров, исполняющий обязанности главы Краснодара Андрея Алексеенко, глава западного внутригородского округа Краснодара Дмитрий Водоладский, управляющий партнер адвокатского бюро Виталий Кацко и депутат городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев. Изначально документы подавали 24 человека. Конкурс проходил сегодня в два этапа. На первом комиссия оценивала полноту, своевременность и достоверность представленных кандидатами документов. Те, кто прошли этот этап, были допущены ко второму, который проходил в форме индивидуального собеседования, в ходе которого члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные и личностные качества участников конкурса. Каждому кандидату члены комиссии выставляли баллы от нуля до десяти. Набравшие наибольшую сумму оценок прошли дальше. Из этих пяти претендентов одного выберут депутаты городской думы 17 ноября. Он и займет кресло мэра. В России завершилась первая цифровая и последняя традиционная всероссийская перепись населения. Позади три года подготовки и месяц напряженной работы. Сейчас стартует второй этап, где все данные будут учащаться. И к концу января Росстат озвучит первые предварительные результаты. О новых подробностях проведения анкетирования расскажем в материале далее. Число принявших участие во всероссийской переписи населения граждан составило более 100%. Такие предварительные данные привел замглавы Росстата Павел Смелов. Однако он пояснил, что эта цифра складывается из-за оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей. Самые первые итоги и новые подробности проведения анкетирования, а также детали стартующего второго этапа озвучили на сегодняшней пресс-конференции в Калининграде. У нас в целом сейчас начинается второй этап переписи, этап обработки данных. Их оценки, очистки – это не менее значимый этап, чем сбор данных. Что такое обработка данных, что нам предстоит сейчас делать? Сейчас собрана информация из четырех источников. Это переписчики, это портал госуслуг, это спецконтингент, военные тюрьмы, разные учреждения с постоянным пребыванием. И, наконец, четвертый источник данных – это административные данные. Все эти четыре источника нужно объединить, а для этого требуется время, отметил Павел Молков. Он подчеркнул, что цифровизация позволила практически вдвое сократить переписной персонал и расходы на проведение переписи. Теперь все данные собираются и обрабатываются сразу в электронном виде. Но, несмотря на масштабное применение новых технологий, перепись построена вокруг человека. Это 315 тысяч переписчиков, контролеров, инструкторов и все жители страны. В Росстате обещают, что первые цифры, относящиеся к численности населения, могут появиться уже в январе предстоящего года. В апреле планируются предварительные итоги. В августе, сентябре и октябре будут собраны и скомпонованы более подробные данные. И через год в ноябре источники средств к существованию, типы и состав частных домохозяйств и семейных ячеек. Перепись прошла успешно. Мы переписали больше людей, чем было по оргплану. Но теперь предстоит большая работа по выверке данных, по устранению двойников, потому что переписались как на госуслугах, так и переписчикам. То есть это все мы будем удалять, смотреть. Но по оргплану у нас было миллион сто по городу Краснодару. Сейчас, на данный момент, переписано больше. Результаты переписи откроют перед Краснодаром новые возможности. Это дополнительные субсидии и поддержка из федерального бюджета. А также новые программы, направленные на улучшение социально-экономического потенциала города. Напомним, промежуточную оценку численности населения Росстат проводит ежемесячно, чтобы рассчитать все экономические показатели. Для этого берутся данные предыдущей переписи населения 2010 года, к ним прибавляются данные о новорожденных и отнимаются данные об умерших. Анастасия Глазкова, Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». Краевым темам. В Курганинском районе готовятся к запуску нового дробильно-ассортировочного комплекса. Там будут получать щебень и песок для строительных работ и производства тротуарной плитки. Запасы на месторождении колоссальные. В проекте вложено больше 300 миллионов рублей. С инвестором сегодня встретился губернатор Краснодарского края. Песок по ГОСТу, щебень тоже близок к идеальным формам. Большое внимание даже самым мелким фракциям уделяет на новом дробильно-сортировочном комплексе в Курганинском районе. Современная линия загружает 150 тонн строительного сырья в час. У нас валумно-гравинно-печаная смесь. По ленточному конвейеру поступает приемный бункер. Где с помощью вибропитателя подается равномерная подача на завод. Через дрохот промывается материал и поступает на конусную дробилку, где происходит дробление материала. Добытые материалы отправляются не только на строительные объекты по всей России, но и для производства тротуарной плитки. Кубанская компания – один из лидеров в стране в этом направлении. Дробильно-сортировочный комплекс инвестор Александр Сикорский вложил в 324 миллиона рублей. О запуске завода, который состоится в ближайшие дни, бизнесмен рассказал губернатору. Комплекс дробильно-сортировочный – это определенный новый этап в развитии вашей компании, потому что он позволит вам расширить и ассортимент. Ну, конечно, и добиваться той самой гравийной смеси, если уж так говорить, более высокого уровня. И это важно, наверное, чтобы быть еще более устойчивым и конкурентоспособным на рынке. Это очень важно, потому что, еще раз подчеркиваю, мы заинтересованы в развитии вашего предприятия, потому что это экономика края, еще раз подчеркиваю. Это уже российский бренд, ну и главное – это рабочие места. Жители края, и мы сегодня говорим про инвесторов, особенно из-за рубежа, да, мы им рады. Но лично я максимально, еще в большей степени рад нашим российским, а еще и краевым инвесторам, таким, как вы, потому что вы вкладываете в свой край, в экономику нашего региона. Вы обеспечиваете гарантированное завтра тем людям, которые работают на вашем предприятии. Вы им даете уверенность в завтрашнем дне. И расширение вашего производства готов поддержать на всех уровнях. Сейчас мы тоже строим. Я абсолютно поддерживаю то, что, ну, скажем, сегодняшнее желание сделать, чтобы комплексная застройка была, чтобы правильная была застройка. Это абсолютно верно. Мы готовы в этом направлении работать. Предприятие, которое раньше выпускало только тротуарную плитку, превратилось в группу компаний, занимающихся благоустройством, добычей песка, строительством и даже виноделем. Александр Сикорский поблагодарил Вениамина Кондратьева за принятый в этом году закон о защите виноградопригодных земель. Среди лучших виноделий мира заняли 20-е место. Порядка 700-800 миллионов рублей мы в этот проект вложили. Состанавливаются винодельни, виноградники и так далее. Пытаемся прославлять, в общем-то, наш Краснодарский край. Везде это как марка, как визитная карточка, что ли, быть хотим. Добыча материала для строительства и производства тротуарной плитки – одно из важнейших направлений компании. Запасов песка и гравия на этом месторождении в Курганинском районе хватит, чтобы бесперебойно поставлять сырье для новой очереди завода больше 15 лет. Разработка карьеров – задача непростая. Важно все сделать по правилам, чтобы потом рекультивировать территорию. Ваше участие в нацпроекте «Производительность труда» вы для чего пошли? Для того, чтобы быть конкурентоспособнее на рынке, во время производства сократили на 55%. Вы эффективность работников повысили в 2,5 раза. Выручку, как следствие, увеличили на 14%. Для того, чтобы быть конкурентоспособнее, вы компания, которая работает в белую. В белую. О ком вы говорили о этих черных копателях? Это теневой рынок. Теневой рынок нерудных, инертных материалов. И говорить, что можно с ними конкурировать, невозможно. Их просто не должно быть. Высококачественная строительная продукция точно будет востребована в Краснодарском крае в следующем году. В регионе планируют обновить больше 200 зеленых зор. И в продолжении городских тем в Краснодаре началась проработка проекта концессионного соглашения по строительству ливневок. Подробнее расскажем в материале далее. Чтобы решить проблему с ливневками, Краснодару необходим проект концессионного соглашения по их строительству. Варианты источников финансирования для создания новых участков сети ливневой канализации обсудили на совещании, которое провел исполняющий обязанности главы краевой столицы Андрей Алексеенко. Как рассказал заместитель директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков, сейчас в Краснодаре 1567 километров сети ливневой канализации. Около 90% из них построены в 50-80-х годах и уже изношены на 75%. Вместе с модернизацией существующих сетей также необходимо строить новые, как в развивающихся районах, так и на участках с уже сложившейся застройкой. Ранее Андрей Алексеенко поручил проработать вариант концессионного соглашения, чтобы привлечь финансирование на создание новых ливневок. Сейчас новые участки сетей в Краснодаре строят в рамках контрактов на реконструкцию и капитальный ремонт. Есть четкие, понятные элементарные цифры. Затраты, потенциальный доход, банковская ставка процентов и сроки реализации. Но для этого нужен сам потенциальный концессионер, который в принципе какие-то элементарные проработки уже с банками имеет. То есть эти вопросы надо будет обсуждать и прорабатывать. Сейчас городской департамент строительства введет проектирование двух новых больших объектов. Реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки и сеть ливневых канализаций в районе улицы Западный Обход. Параллельно идет проектирование и формирование земельно-правовой документации. Бесхозные сети оформляют муниципальную собственность. Всю систему ливневой канализации ставят на кадастровый учет. Также утверждены проекты планировки и межевания территорий для сети отведения стоков с улицы имени Держинского микрорайона 2-я площадка улицы Кореновской. Здесь предстоит проработать вопрос резервирования земельных участков в местах проведения работы. После этого может начаться проектирование объекта. Также, по словам директора департамента строительства Артема Аганова, необходимо решить вопрос установления публичных сервитутов заключения соглашений с собственниками территории, электростабжения объектов и строительства подъездных дорог к будущим очистным сооружениям. Андрей Алексеенко подчеркнул, что проектов на очереди много. Для их реализации потребуются колоссальные средства, которых в городском бюджете просто нет. Поэтому исполняющий обязанности главы поручил проработать вариант концессии в случае со строительством сети ливневых в Краснодаре. Плюс проработать вопрос по определению правообладателей земельных участков, где это возможно начать резервирование территорий. Также изучить опыт других городов страны, где эта проблема уже решена. Алексей Шулепов, Анна Володина, Алексей Токмаков, телекомпания «Краснодар». К другим темам выпуска. У кого он выше, тот получит деньги и признание. Мерится уровнем IQ, не тяжелый спорт, а не менее легкий научный труд. В Краснодаре свои работы представили молодые умы и дарование края. Виталий Молчанов продолжит. В Краснодаре стартовал финальный этап конкурса «Премия IQ года». Его организаторами выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Молодежный центр развития личности. Конкурс направлен на поддержку инновационных инициатив молодежи Краснодарского края путем выделения ей финансовой поддержки на развитие ее инициатив. Ежегодно в конкурсе принимает участие более 300 молодых инноваторов с территории Краснодарского края. Сегодня у нас представлены проекты номинации «Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность». И у нас сегодня будет защищаться от 20 человек. Оценку проектов проводит экспертный совет. В его состав вошли ученые и специалисты в различных областях науки и техники. Победитель каждой номинации получит премию в размере 100 тысяч рублей. Участники борются, наверное, не столько за деньги, сколько за перспективы. Моя работа заключается в изготовлении соуса функционального назначения на томатной основе с добавлением микрозелени амаранта. Растения ведь являются основным источником белка. И спрос на рынки на растительный белок намного выше, чем на животный, потому что в настоящее время многие люди придерживаются вегетарианства. И также у многих аллергия есть, поэтому это очень актуально. Именно лучших определятся в конце недели. А здесь же, уже вне конкурса, свою работу представил один из триумфаторов предыдущей премии. Этим занимаюсь с 2013 года. Изначально это был кружок станции трехмерной печати на базе молодежного центра города Краснодара. С определенного момента участвовал в конкурсе, выиграл, получил оборудование. И вот с этим оборудованием сейчас мы стараемся популяризировать техническое творчество, трехмерные технологии. И они когда-нибудь прочно войдут в повседневную жизнь каждого. Примерно так же, как сегодня мы не можем обойтись без обычного принтера. Виталий Молчанов, Алексей Попов, Алена Аберемко, телекомпания «Краснодар». Что такое культура в широком смысле этого слова? Почему воспитание начинается с любви к прекрасному? Как русский авангард влияет на сознание ребенка? И кому пришла идея оформить столовую в стиле Малевича? Когда директор пришел в коллектив и сказал, что Лилиана Николаевна предлагает сделать авангард, коллектив нестандартно отреагировал, сказал, что она не совсем в себе, в более жестких выражениях. Это был пятница, в понедельник директор звонит, говорит, Лилиана Николаевна, вы представляете, в понедельник все пришли и сказали, она в себе делаем. Видимо, полистали интернет, полистали альбом. В интервью с заместителем главы Краснодара Лилианой Егоровой мы прогуляемся по 94-й школе и обсудим современный подход к образованию, в том числе к дополнительному. И поделимся впечатлениями о проекте «Выход в город. Маршрут ощущений». Не пропустите завтра в 11.45 утра на Главном городском. Эта новость на Главном городском мы продолжаем. Благодаря национальному проекту «Экология» в Краснодаре почти в три раза увеличилась мощность мусоросортировочного комплекса, расположенного на полигоне в хуторе Копанском. Там на предприятии мусороуборочной компании завершилась модернизация действующего комплекса. Также была запущена третья линия для сортировки бытовых отходов. Компания вложила в развитие 200 миллионов рублей. Таким образом, общая производственная мощность комплекса возросла со 160 до 450 тысяч тонн в год. Мы даем старт этапу, когда весь город Краснодар, все те отходы, которые образованы в городе, они будут проведены через сортировочную линию, будут отобраны полезные фракции, которые будут направлены в дальнейшем на повторную переработку, что позволит нам снизить нагрузку в первую очередь на экологию, на природу. Ну и, естественно, уменьшить объем отходов, которые будут в дальнейшем поступать на полигон. Мусор – это в любом случае проблема для любого большого города. И сегодня мы видим, что есть ее решение. Я думаю, что мусорооборочная компания в своих планах в дальнейшем по развитию увеличит эти мощности. Мы эти планы уже проговаривали. Я думаю, что выйдем на полную переработку. А также на тот момент, что мы сейчас реализуем на территории города – это раздельный сбор мусора. Благодаря запущенному на заводе комплексу из отходов извлекают полезные фракции. Все виды пластика, бумагу, картон, стекло, алюминий. И отправляют все это на дальнейшую переработку. То, что переработать нельзя, захоронят на полигоне. В будущем в станице Денской компания запустит еще один подобный комплекс, что позволит сортировать все 100% мусора, поступающего из Краснодара. Это приведет к улучшению экологичности полигона, считают специалисты. А в России продлили розыгрыш призов среди привитых от коронавируса. Следующий тираж завтра, 16 ноября. Приз в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Розыгрыш будет проводиться среди граждан, полностью привитых российскими вакцинами. Уведомление о выигрыше пройдет в личный кабинет на портале госуслуг. При этом ситуация с коронавирусом в крае продолжает оставаться напряженной. На Кубани новый антирекорд заболевших. За текущие сутки в регионе коронавирусом заразились 589 человек. 173 случая заражения в Краснодаре. По данным Минздрава, от тяжелой болезни за последние 24 часа скончались 48 кубанцев. Медики напоминают, единственный способ борьбы с вирусом – вакцинация. Чтобы справиться с пандемией, нужно сформировать коллективный иммунитет. А для этого должно привиться как можно больше граждан. Тем самым мы быстрее вернемся к привычному образу жизни. Напоминаем, прививку против COVID-19 в Краснодаре можно сделать по 60 адресам. Это 7 мобильных пунктов вакцинации, а также прививочные кабинеты в городских поликлиниках. Вакцина есть в полном объеме. Ограничительные меры в крае продолжают требовать от жителей максимальной ответственности и, конечно же, ношения масок. В Краснодаре проводятся регулярные рейды в общественном транспорте по выявлению нарушителей и полная дезинфекция автобусов, троллейбусов и трамваев. Побывала на рейде и применила себя в работе дезинфектора транспорта наш корреспондент Ксения Лозовая. Проверка масочного режима. Пронимай, пожалуйста, масочки, кто без масок. Кого нету? Коронавирусные ограничения в Краснодарском крае продлили. Ситуация остается сложной. А многие пассажиры в общественном транспорте отказываются носить защитные маски. В связи с такой ситуацией департаментом транспорта проводится ежедневная усиленная работа за соблюдением масочного режима у пассажиров и водителей. Сотрудники департамента проводят такие рейды по всем направлениям с самого начала появления инфекции коронавируса и продолжают работу по сей день, с утра и до позднего вечера. Есть единицы, которые не слушаются. Говорят, что они не помогают. Начинаешь им объяснять, рассказывать. Очень много болезней. Я хочу сказать, что в бюджетном, в муниципальном транспорте всегда ездят маски. А вот эти частные маршруты, типа 110-го, единицы, тройки, пятерки, там никогда все едут без масок. Очень хорошо, люди послушные и делят все маски. Помимо контроля ношения масок продолжается дезинфекция всего городского общественного транспорта. Пункты выпуска подвижного состава коммерческих перевозчиков работают без перерыва в круглые сутки. До пандемии здесь были мойки автобусов. Теперь это место дезинфекции, обработки, смены водителей и выпуска общественного транспорта в рейс. Плотный защитный комбинезон, резиновые перчатки и две маски. Одна привычно защищает дыхательные пути, а вторая тяжелая из пластика предотвращает попадание дезинфицирующих средств на слизистую глаз. Двигаться в такой одежде работникам мойки не так уж просто, а автобусы продолжают приезжать один за другим. Хочется, чтобы люди ценились наш труд и носились в общественном транспорте маской. Ежедневно на мойку поступает около ста автобусов. В сутки в работе задействованы восемь человек. Дезинфицируют транспорт как внутри, так и снаружи. Обрабатывают все – поручни, стекла, ручки сидений, водительское место. Департаментом транспорта проводилась работа, ряд выездных совещаний на все предприятия города по транспортной. С целью ознакомиться о наличии состава дезинфицирующих средств, о их запасе и необходимом наличии масок для пассажиров и санитайзеров. Во всех предприятиях имеется примерно недельный запас, который постоянно пополняется. Такая системная работа на мойке будет длиться еще очень долго, если мы не будем внимательны к своему здоровью и окружающим нас людям в общественном транспорте. Я решила опробовать на себе тяжелую работу мойщиков и убедилась, что совсем не просто целый день мыть автобусы, дышать растворами и носить за собой тяжелые баллоны с дезинфицирующими средствами. Дезинфекция каждого автобуса происходит три раза в день. Здесь же и меняются водители, обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, чтобы как можно скорее остановить угрозу распространения коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. Ксения Лозовая, Алексей Товстенко, телекомпания «Краснодар». В нашем регионе ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Так, первую прививку нужно сделать до 13 декабря этого года, вторую – до 13 января 2022. Пожилые люди находятся в группе риска, так как у многих есть хронические заболевания. Так как это коморбидные пациенты, у них есть одно или более хронические заболевания, что в принципе может усугублять течение коронавирусной инфекции. И поэтому мы рекомендуем людям вакцинироваться активно. В поликлинике ведется ежедневный обзвон пациентов, приглашаем на вакцинацию. После вакцинации люди не остаются без внимания. Перед процедурой пациента осматривают, проверяют сатурацию, расспрашивают о заболеваниях. Если противопоказания не обнаруживаются, то его отправляют на прививку. На Кубани насчитывается более 1 миллиона 300 тысяч человек в возрасте от 60 лет. По данным Минздрава, из них около 600 тысяч до сих пор не привились. Пожилые люди со всей серьезностью относятся к вирусу и понимают, почему им нужно вакцинироваться. Я переболел очень ковидом. И долго в коме был. Переболел и не желая этого никому. Я считаю, что вакцинироваться надо обязательно. Всем даже. Не только пожилым людям, а всем. Это сами себя сберегут здоровье. Пускай пополню. На том свете мы всегда будем. Но дома лучше. Помимо этого, вводится обязательная вакцинация работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Также необходимо вакцинировать 80% лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Ну и в продолжении темы здоровья. Сегодня краснодарцы проходили бесплатное медицинское обследование. Передвижная лаборатория работала на улице Кадетской, 5. Там побывал и наш корреспондент Татьяна Зеленова. Мобильный центр здоровья открылся в 9 часов утра. Я уверена, очень скоро здесь будет очередь из людей, потому что здесь можно проверить важные жизненные показатели давления, холестерин, глюкоза в крови. Я сейчас это планирую сделать. Документы уже заполнила. Пойдемте. При входе я надела маску и сняла верхнюю одежду. Первым делом медики измерили рост и вес. Следом давление и кардиограмму. Не вставая со стула, я сдала кровь, чтобы узнать показатели холестерина и глюкозы. Сразу после прохождения обследования у меня консультация с терапевтом. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы провели вам обследование в нашем мобильном центре. К нашему дому первый раз такое приезжает. Это очень удобно. То есть ты спустился, паспорт полюс и в принципе получил быстрое обслуживание. Казалось бы, все просто и быстро. Но такое обследование позволяет выявить серьезные заболевания у тех, кому некогда ходить по врачам и понять общую картину здоровья краснодарцев. По итогу обследования мне дали вот такое заключение. Все показатели в норме. Татьяна Зеленова, Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». А теперь о спорте. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 города Краснодара Ахлиман Мамедов и Евгений Баранов завоевали золото на первенстве Европы по кикбоксингу. Наша съемочная группа встречала победителей сегодня в Пашковском аэропорту. Как это было, смотрите далее. Для воспитанников Краснодарской спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 Ахлимана Мамедова и Евгения Баранова сегодняшний приезд в Краснодар особенно значим. Спортсмены стали победителями на первенстве Европы по кикбоксингу, которое прошло в Черногории. Первенство Европы проходило с 5 по 14 ноября. От России приняли участие 179 спортсменов. Это самая многочисленная команда на соревновании. Финальный бой был с представителем Азербайджана. Выиграл, смог выиграть. Все раунды выиграл, забрал. Привез кубок домой. Подготовка была очень серьезная. Я по два месяца готовился, по два раза в день тренировался. И также в этом поддерживал у меня братья. Все братские, родные. Тренер поддерживал очень сильно. В 9-й год тренирует Ахлимана и 5-й год Евгения, мастер спорта России Александр Остапенко. За ребят он переживал не меньше, чем их семьи. Уже с 2014 года наши спортсмены каждый год отбираются по юниорам на Европу, на первенство мира, на первенство Европу. Поэтому это у нас уже такая стабильность. Каждый год у нас или победитель первенства Европы, или победитель первенства мира. После большой победы они могут ненадолго выдохнуть, погостить в кругу семьи, а потом снова на тренировке и подготовку к новым наградам и достижениям. Я занимался в 90-е годы тоже кикбоксингом, но пошел меньше. Мы с его тренером тренировались вместе. Но пошел поздно, а его отдал 7 лет, чтобы наверстать все, чтобы у него все было. Я хотел сам тоже, но у меня не получилось. Вот, наверное, моя мечта в нем. Впереди у парней огромные планы. В декабре стартует Кубок России, который спортсмены уверенно планируют забрать и привезти домой в Краснодар. Ксения Лазовая, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». И напоследок о погоде. На предстоящей неделе она обещает быть разнообразной, но в рамках кубанской осени. Днем температура воздуха прогреется до 8-9 градусов, а краснодарцы, выходящие из своих домов рано утром, застанут бодрящую свежесть заморозков. Столбик термометра за ночь будет опускаться до отметки 3 градуса ниже нуля. К концу неделю солнце сменится тучами, что не помешает воздуху прогреваться до плюс 13. Сопровождаться потепление, возможно, будет небольшими осадками. Ночью станет не так холодно, и заморозки пока оставят землю краевой столицы. Это были все новости к этому часу. Еще больше смотрите на нашем сайте и в мобильном приложении. Берегите себя, вакцинируйтесь. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи на Главном городском.